Коллеги, тема моего доклада «Церковная жизнь в послевоенной Абхазии 1993-1997 года». Собственно говоря, это основные положения большой работы, посвященные подробному описанию церковной жизни в указанный период. Она включает в себя описание истории Сухум-Абхазской епархии, деятельность абхазского православного братства святого апостола Симона Канонита, история возрождения новоафонского монастыря, определение его статуса и жизни в обители в послевоенной Абхазии, рассмотрение переписки глав предстоятелей русской и грузинской церквей по абхазскому церковному вопросу, переписка старосты церковной общины Покровского храма в новом Афоне Бекетова с иерархами РПЦ и абхазскими властями. Статья написана на основании церковных материалов и документов, хранящихся в церковно-археологическом кабинете священной митрополии Абхазии в новоафонском монастыре. После победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов все православное духовенство грузинской национальности, порядка 10 человек, во главе с епископом Сухумо-Абхазским Данилом Датуашвили, бежало в Грузию. На территории Абхазии к октябрю 1993 года осталось 7 православных священнослужителей Иерей Виссарион Аплия, Протерей Петр Самсонов, Иерей Петр Харченко, Игумен Виталий Голуб, Иеромонах Мордарий Данилов, Иеродиакон Сергий Джопуа, Протодиакон Григорий Мищенко. Одновременно я буду вам демонстрировать уникальные фотографии того времени, которые тоже хранятся в церковно-археологическом кабинете при новоафонском монастыре. Вот одну из таких фотографий вы как раз видите встречи духовенства с Владиславом Григорьевичем Ардзенба во время войны. В марте 1994 года на имя патриарха Московского ФСР Алексея II было направлено три письма из Абхазии. От председателя Верховного Совета Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзенба, от Иерея Виссариона Аплия, от православного братства святого апостола Симона Канонита, тексты всех этих обращений приводятся в моей статье целиком. Сейчас я не буду их здесь зачитывать. 30 апреля 1994 года председатель отдела внешних церковных связей Московской Патриархии митрополит Кирилл, ныне патриарх московский в Сеаруси, пишет рапорт на имя патриарха Алексея II в связи с обращениями из Абхазии, о которых я говорил выше, где он дает следующие рекомендации. Вопрос об окормлении православных христиан Абхазии, полагаю, не может быть в настоящее время решен священачалем русской церкви по каноническим причинам. Возможно, ответные действия грузинской церкви могут поставить нас в положение особенно затруднительное ввиду существующих проблем. В то же время данные обращения дают возможность оказать на священненачале грузинской церкви достаточно серьезное влияние, направленное на удовлетворение изложенных в материалах просьбах. Весной 1994 года Абхазию посещает первая паломническая группа из России. Группа состояла из 30 прихожан Иерусалимского подворья в городе Москве. Во главе с представителем Иерусалимского патриарха архимадридом Феофилактом Георгией Адисом, впоследствии архиепископом Вифлемским, вы сейчас видите фотографию посещения этой паломнической группы Мокфского храма. Летом 1994 года председатель Верховного Совета Республики Абхазии Владислав Георгиевич Ардзенба направил письмо в адрес патриарха московского Ифсиаруси Алексея II. В письме после краткого описания многовекового тернистого пути Абхазской церкви была изложена следующая просьба. «Просим вас всячески помогать, обращающиеся к вам, нашим молодым людям, желающие совершенствовать свой дух в ваших семинариях и академиях, избавляя их, Бога ради, от бюрократических условностей, политических оглядок, с чем, к сожалению, сталкиваются абхазы, ищущие дорогу в храм». В это время ваш покорный слуга уже учился в московской духовной семинарии, отец Андреем поручился, и когда писалось это письмо, туда направлялись еще двое студентов, это Рустик Сарсанев, впоследствии Радиакон Давид и Герман Маршаня, и без этих писем нас никто бы не принял бы в семинарии академии, потому что там требовалась рекомендация епископа, которого в Абхазии не было. Дальше. 10 марта 1995 года группа православных паломников из Абхазии в составе священника Виссариона Аплия, игумена Петра Пиголь, Михаила Анкваба и Гагуля отправились в Грецию. По пути паломники посетили Стамбул, где была осуществлена попытка попасть на прием к Вселенскому Патриарху Верфоломею I. В Афинах у гостей из Абхазии состоялся ряд встреч с православными греками, выходцами из Абхазии. Паломническая поездка завершилась посещением монастырей Святой Горы Афон в северной части Греции. Далее. 2 июля 1995 года в здании управления Сухума Абхазской епархии, это здесь в Сухуме, была организована конференция, посвященная 200-летию со дня представления абхазского католикоса Максима II, последнего в ряду предстоятеля автокефальной поместной православной церкви Абхазии. Студент Московской духовной семинарии тогда, Дмитрий Дбар, представил внимание участников конференции обширный доклад об истории автокефалии Абхазской православной церкви, и с этого времени мы впервые начали заниматься этой тематикой и об этом информировать остальные церкви. Дальше. 21 марта 1996 года председатель комитета по делам религии при Министерстве культуры Республики Абхазия Кесо Хагба направил письмо на имя главы Эландской православной церкви, архиепископа афинского Серафима Тикаса. В письме излагалась просьба ходатайствовать перед вселенским патриархом, цитирую, на благословение возрождения Абхазской автокефальной церкви и восстановление ее традиционных связей с Константинопольской патриархией. К письму прилагалась и краткая справка по истории Абхазской церкви и ее связи с Грецией, которая была составлена историком нашим коллегой Ермолаем Аджинджил, и этот документ в Греции Гиви Хашба перевел на греческий язык и приложил все эти материалы к этому обращению. Далее, 6 января 1997 года президент Республики Абхазии Владислав Григорьевич Арзенба направляет очередное письмо на имя патриарха Московского ФСР Руси Алексея Второго. Текст письма очень интересный, но, к сожалению, время мне не позволяет здесь ее цитировать. В статье вы полностью можете ознакомиться с этим письмом. В феврале 1997 года было отправлено послание от лица Сухума Абхазской епархии Архиерейскому собору, то есть собранию всех епископов Русской Православной Церкви, проходившему с 18 по 23 февраля 1997 года в Свято-Даниловом монастыре в Москве. В этом послании, зачитанном на соборе епископом Майкопским и Армавирским филаретом, излагалась просьба принятия Сухума Абхазской епархии под окомнение Московской патриархии. Далее, 30 июля 1997 года в здании управления Сухума Абхазской епархии, здесь в Сухуме, прошла научная практическая конференция на тему «Религиозные тенденции в современной Абхазии и роль Православной Церкви Сухума Абхазской епархии в ней». После долгого обсуждения канонического положения Сухума Абхазской епархии и ее взаимоотношения с грузинским патриархатом была принята резолюция. В ней, в частности, было сказано, цитирую, «отправить официальное обращение к святейшему патриарху Вселенскому, святейшему патриарху Московскому, блаженнейшему католикосу патриарху грузинскому, где была бы выражена просьба представителей церковных общин Сухума Абхазской епархии в лице абхазского духовенства, выборных мирян о скорейшем решении дальнейшей судьбы Сухума Абхазской епархии в церковно-каноническом отношении». Я обращаю ваше внимание на то, что это тяжелые послевоенные годы, 90-е годы, и посмотрите, сколько было сделано усилий и обращений в решении абхазского церковного вопроса. Другое дело, к сожалению, все эти наши обращения остались неуслышанными, и мы не получили никакого ответа. Далее, что касается второй части моего доклада «Абхазское православное братство святого апостола Симона Канонита», хочу заметить, что сейчас эти братства не играют никакую роль ни в России, ни у нас, но в конце 80-х, в начале 90-х они создавались по образцу греческих православных братств, где участвуют в церковной жизни миряне, а не духовенство, и в Греции эти братства издают книги огромное количество профессоров, преподающих в греческих университетах, на богословских факультетах, выходцы из этих братств. И вот в начале 90-х такие братства стали появляться на всем постсоветском пространстве, и в 1991 году возникает здесь в Абхазии абхазское православное братство святого апостола Симона Канонита, как раз вы видите историческую фотографию создания этого братства. Сейчас я не буду подробно говорить о деятельности этого братства, потому что там издавалась газета, книги и так далее. Скажу только об одном факте. 10 января 1996 года по поручению Совета Абхазского Братства святого апостола Симона Канонита Дмитрий Дбарь и Михаил Ангбаб направили письмо в адрес участников очередной сессии Европейской межпарламентской ассамблеи православия. Эта организация создана в 1993 году в Афинах греческим парламентом, и она объединяет парламентариев из Греции, России, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Кипра, Сербии, Латвии, Литвы, Молдовы и так далее. Но, к сожалению, мы не попадали на пленарные заседания в силу нашего канонического положения и блокировки, которую создавала грузинская церковь в ее иерархии. Ахмад, что-то здесь… А, вот, пожалуйста. Теперь о возрождении Новоафонского монастыря. Весной 1994 года Ире Виссарион Апли, абхазское братство святого апостола Симона Канонита, пригласили монахов московского подворья свято-пантелимонного русского монастыря на святой горе Афон в Греции для возрождения Новоафонского монастыря. Во главе прибывших в Абхазию братьев стоял игумен Петр Пиголь. 7 апреля 1994 года, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, в храме Симона Канонита прошла первая литургия с момента закрытия монастыря в 1924 году, и этот день стал днем открытия Новоафонского монастыря, ровно через 70 лет его закрытия советской властью. К концу 1994 года братство состояло из 10 человек, среди них были и Родиакон Сергий Дёпуа, и послушник Назарий Кют, впоследствии иерманах Игнатий. Далее, 9 августа 1994 года, в день памяти святого великомученика Пантелеймона, состоялось первое богослужение в Центральном Соборе Новоафонского монастыря с 1924 года. В этот день приняли участие на этих торжествах руководство нашей страны во главе с Владиславом Григорьевичем Арденбом. Вы как раз видите сейчас историческую фотографию, когда он принимал участие в этих торжествах. Дальше я опущу некоторые другие положения моего доклада. Единственное, обращаю ваше внимание, вот на этот документ он очень важен с моей точки зрения. 4 июля 1995 года отец Виссарион отправил группу молодых абхазских студентов, среди них был и я, обучавшихся в Московской духовной семинаре на встречу с президентом Республики Абхазии Владислава Григорьевича Мардзенба, чтобы они убедили его в необходимости передачи комплекса Новоафонского монастыря православной церкви. Доводы молодых абхазских церковных деятелей не разубедили Владислава Григорьевича Ардзенба, который отказался подписать указ о передаче комплекса Новоафонского монастыря. Последние его слова на этой встрече были следующие. Вам, церковникам, лично вас я не имею в виду. Передай что-нибудь, потом никогда не отберешь назад. В тот же день, обращаю ваше внимание, вы видите этот документ, приказ номер 63, в тот же день министр юстиции Республики Абхазии Джин Джоли издал приказ, в котором говорилось о временном приостановлении регистрации религиозных общин в церкве и монастыре, включаемом Новоафонский монастырь. Значит, далее, из переписки глав предстоятелей русской грузинской церкви, об этом ниже, видно, что по вине грузинских церковных иерархов, все начинания по возрождению Новоафонского монастыря путем установления потерянной после Октябрьской революции 1917 года связи со старым, как мы говорили в эволюционное время, со старым Афоном, были прерваны, а игумен Петр Пиголь вскоре был отозван из Абхазии. Я здесь привожу соответствующие документы и материалы. Теперь третья часть, не менее интересная и завершающая. Переписка глав предстоятелей русской и грузинской церкви по абхазскому церковному вопросу. Эти документы оглашаются впервые, их содержание впервые приводится в моей статье. Значит, всего было семь писем. Первое письмо датируется 12 мая 1994 годом, последнее 1 декабря 1995 годом. То есть вначале патриарх Алексей Второй пишет грузинскому патриарху о том, что обращаются из Абхазии, помогите и так далее. Потом тот отвечает, на его ответ идет еще одно ответное письмо, затем новое письмо. Но все эти материалы, они приводятся в моей статье, я только кратко замечу следующее. Тексты писем католикоса-патриарха Грузии Илии Второго, как и многие другие документы, относящиеся к послевоенному времени, отличаются известным цинизмом. Оно прежде всего заключается в самой позиции католикоса Илии и всего остального грузинского духовенства, которое в ходе нескольких войн, развязанных грузинскими политиками в начале 90-х 20-го века на территории бывшей грузинской СССР всегда выступали не на стороне своей паствы, не разделяя ее по национальному признаку, а на стороне грузинских националистов, которые были, как и сами церковные иерархи, одержимы мнимой идеей, в кавычках, Великой Грузии. Ради этой абсолютно утопичной идеи они готовы были принести в жертву все мирное население, как Южной Осетии, Алани, так и Абхазии. Из переписки глав двух поместных православных церквей, грузинской и русской, хорошо видно, что компромиссного решения по абхазской церковной проблеме, которое должно было заключаться в отправке на территорию республики Абхазии, временных священнослужителей из русской православной церкви, и в том числе речь идет об абхазских священниках, для удовлетворения духовных нужд православного населения Абхазии не было достигнуто. Виной тому позиции католикоса Ильи и других иерархов ГПЦ, которые на все смотрели с точки зрения исключительно политических интересов Грузии. Благодарю за внимание. Продолжение следует...